Депутаты, коммунисты и социалисты предложат парламенту несколько законопроектов в сфере сельского хозяйства, изменения налогового кодекса и других социальных инициатив. Я хочу повторить, что мы возвращаемся к законопроектам о возвращении республиканского стадиона в собственность людей и аннулированию закона о миллиарде, который возложил время возмещения этой суммы на плечи граждан. На этот раз мы учтем все рекомендации Конституционного суда. Фракция ПКРМ-ПСРМ поддержит инициативу президента Майя Санду об освобождении от уплаты пошлин на импорт для граждан, которые вернутся на родину. Мы разработали законопроект, который будет зарегистрирован в парламенте в соответствии с законодательной процедурой, на основании которого все граждане Молдовы смогут воспользоваться единовременным освобождением от уплаты пошлины, привозен на территорию страны имущество для личного пользования, в том числе транспортного средства на семью или человека. И таким образом будет обеспечен баланс для всех семей. Депутаты выступили также с несколькими социальными инициативами. Обеспечение бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях для учащихся 4-9 классов, так же, как и для учащихся 1-4 классов. Благодаря этому законопроекту улучшится социальная успеваемость детей и подростков, улучшится будущее и коллективное здоровье. В этом же контексте депутаты фракции ПСРМ по КРМ предлагают предоставить в начале учебного года ученикам 1-9 классов страны единовременную помощь в размере 1-1000 леев. Они также будут настаивать об утверждении во втором чтении законопроекта, который завершит постепенное повышение заработной платы в системе здравоохранения, в том числе для среднего и вспомогательного медперсонала.